Доброе утро, дорогие братья и сестры! Христос народывся! Христос народывся! Наш Господь Христос рождается! Слава Господу! Рад приветствовать каждого на этом месте, рад приветствовать всех тех людей, которые смотрят нас сейчас в прямом эфире, те, которые будут потом смотреть нас в записи. Для меня огромная честь и привилегия делиться с вами Словом Божьим в это прекрасное воскресное рождественское утро. Но о чем можно говорить во время Рождества? Конечно же, о Рождестве. Почему? Потому что Рождество – одно из важнейших событий, которое произошло за всю историю человечества. Оно изменило весь ход истории. Оно меняло и будет менять судьбы людей, которые уверовали в Иисуса Христа. И уже даже сложно подумать, и, наверное, даже страшно подумать спустя две тысячи лет, что бы было с каждым из нас и было ли бы вообще, если бы не рождение нашего Господа. Но каждый год с наступления рождественских праздников я стал замечать одну интересную картину, которая у меня совсем не по душе, что торговые центры, магазины, автосалоны, всевозможные турагентства объявляют о рождественских распродажах. И вот до того момента, пока я не был со Христом, я этого не замечал, я этого не видел, это меня не касалось. Но с того момента, как я познал любовь нашего Господа Иисуса Христа, эти торги стали мне больше, чем мне по душе. Я так понимаю, что в других странах вне советского простора этот маркетинговый тонкий шаг использовался очень давно. Ну а вот в нашей стране только с развалом СССР. Но как в первом, так и во втором случае я долго не мог связать, как может самое важное событие в жизни человечества относиться к банальной торговле. И вы знаете, на этот счет я получил откровение. Откровение заключается в том, что все это делает мир для того, чтобы отвлечь неверующих людей от истинной сути Рождества и не позволить им стать на тот путь, который они должны стать, путь познания Господа через этот праздник. Дорогие христиане, скажите, для чего мы из года в год, из века в век празднуем Рождество Иисуса Христа? Для того, чтобы еще раз вспомнить о важном событии, о том, что сам Мессия, сам Господь пришел на эту землю для того, чтобы, родившись, умереть за каждого из нас. И вы знаете, хочу сказать, что мы это делаем на торжественных богослужениях. Это познание к нам приходит через детские рождественские праздники. Об этом мы поем во время колядок, возвещая этому миру, кто пришел на эту землю, а самое главное, зачем. Ведь рождение Иисуса Христа это не совпадение, это не случайность, я сейчас акцентирую свое внимание именно на этом. Это не случайность, это долгосрочный план Господа по спасению всего человечества. И поэтому сегодняшняя моя проповедь будет называться так. У Бога случайностей не бывает. Ну и, конечно, невозможно представить ни одно Рождество без чечения Святого Писания. Поэтому мы возьмем с вами сейчас свои Библии в руки, у кого бумажные, у кого электронные, и прочитаем Евангелие от Луки, вторая глава с 1 по 19 стих. Луки 2, 1, 19. Итак, «В те дни вышло от Кесаря повеление от Августа, повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Венере Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилея, из города Назарет, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и из рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить. И родила она своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осеяла их, и убоялись страхом великим. И сказал ему ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Найдете младенца в пеленах, лежащего в яслих. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир, и в людях благоволение. Когда же ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслах. Увидели же, рассказали о том, что было возвещено им, о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все свои слова эти, слагая в сердце своем. И вот мы прочитали это местописание. Когда я готовился к этой проповеди, я совершенно другими глазами на него посмотрел. Читая его и размышляя, у меня сразу же возникло три вопроса, благодаря которым мы можем открыть еще одну новую грань в рождении нашего Господа Иисуса Христа и в Рождестве в целом. Почему именно Вифлеем стал местом рождения Христа? Почему Иисус родился в Хлеву? И почему именно пастухам первым явилась весть о Рождестве? Ну, давайте все поэтапно. Что такое Вифлеем? Это очень небольшой город на западном берегу реки Иордан. Расстояние от современного Иерусалима, как тогда, так и сейчас, примерно 10-12 километров. Небольшой город тогдашнего Израиля, теперешней Палестины. Но даже тогда, еще в те времена, он был более чем скромен в сравнении с цветущим и пышущим Иерусалимом. Бог допустил, что 4 года назад я видел и один, и второй город. И единственное, что я могу сказать, ничего ровным счетом за 2000 лет не поменялось. Но за 700 лет до рождения нашего Господа Иисуса Христа пророк Михей говорил о нем так. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который же должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных. Так говорил пророк. Почему же Бог для нас стал тождественным хлебу? Наверное, потому что с хлебом в нашей жизни связано очень много. Хлеб – это нечто жизненеобходимое для каждого человека. А вот во времена нашего Господа Иисуса Христа это, скорее всего, был один из самых главных ингредиентов питания того времени бедных людей, обычных людей. И, собственно говоря, ничего с тех пор не поменялось. И переоценить значение этого продукта невозможно. Хотя в данном контексте он далеко выходит за рамки еды. Когда я готовился к этой проповеди, я прочитал одну интересную историю, которую хочу вам поведать. Наш брат из Англии, миссионер, поехал в Полинезию и нес там свое служение. Чем он служил местным туземцам? Он переводил Евангелие с английского на местный язык, на местное наречие этих людей. Для этого он прожил с ними достаточно длительное время. И вот переводя шаг за шагом, глава за главою, он дошел до того местописания, когда Иисус говорит о себе, я ес им хлеб жизни. И он на этом вопросе застопорился. Все дело в том, что у этих людей не было хлеба. Не потому, что они бедные, а потому, что они в априори его не употребляли. Они занимались сыроедением, они занимались собирательством, и их основной рацион был построен, как вы думаете, на чем? На бананах. Вот он так и перевел, я ес им банан жизни. Появился, конечно, очень оригинальный перевод, но он доподлинно объяснил островитянам, что хотел сказать Иисус Христос, когда говорил, что он ес им хлеб жизни. С дня рождения, особенно взрослое поколение, слышало выражение хлеб всему голова. И это далеко не случайно. Божья аллегория о хлебе особенно оживает во время причастия. Когда мы совершаем причастие, мы ломаем именно хлеб. Тем самым, прикасаясь к телу нашего Господа Иисуса Христа, незримо ощущая те раны, которые были на его теле, когда он принимал мученическую смерть за каждого из нас. Но на этом символизм, данный Господом, к Вифлеему не заканчивается. Второе, хотелось что сказать о Вифлееме, что это был всегда гордом скотоводов. И там выращивали особых овечек, которые потом вели на заклание в Иерусалим, центральный храм. Вернее, в единственный храм. Это у нас центральный храм. Простите, оговорился. Так вот, друзья, и этот факт тоже не случайность. Ведь мы очень часто называем Иисуса Христа агнец Божий. Действительно, если отследить весь жизненный путь Иисуса Христа, то он прошел тем же маршрутом из Вифлеема в Иерусалим и уже там завершил Божий план по спасению своих людей, взойдя на крест. Ну и последнее. Именно Вифлеем стал тем местом, где родился тот человек, про который Библия говорит, и он был по сердцу Господа. Давид. Как часто в местописаниях мы находим, что Иисуса называли сын Давидов. Это еще раз подчеркивает то, что в Вифлееме наш Господь, Иисус, родился далеко не случайно. Своим рождением в Вифлееме Он замкнул круг Божьего пророчества о приходе Мессии. И мы переходим к следующему вопросу. Почему Иисус родился в хлеву? Что такое хлев в нашем понимании? Это или отдельная постройка, или пристройка к дому для содержания домашних животных. А вот в Израиле того времени хлев это было совершенно другое строение. Его так даже строением с большой натяжкой можно назвать. Это была пещера, какая вот углубление в скале естественного происхождения. Несколько лет назад, когда я был в Израиле, я видел эти пещеры и местное население, знаете, как его называют? Вертеп. Дорогая видеостудия, покажите нам, пожалуйста, фотографию вот таких вот пещер. Вот это классический вариант пещеры. Вот такое вот убежище находили для себя очень многие люди. Это могли быть путники. Вот в таких больших пещерах, покажите, пожалуйста, следующую фотографию. Вот в таких пещерах пастухи могли загонять целую отару овец в тот момент, когда была непогода. Над такими вот пещерами зачастую строили дома, а нижний этаж с пещерой превращали в постоялый двор, собственно говоря, в котором и родился наш Господь Иисус Христос. Ну и, конечно же, в отдаленных пещерах лихие люди прятались от правосудия. Поэтому нам и известно такое высказывание, как вертеп разбойников. Так почему же наш Господь допустил, чтобы его сын родился в таком малоподходящем, на первый взгляд, для этого месте? Это, наверное, свидетельствует о плохом коммунальном хозяйстве Израиля того времени. Вы помните, в Святом Писании было сказано, что не нашлось и места в гостинице. Но я думаю, что это всего лишь улыбка. Нет, не поэтому. И уж точно не случайность. Дело в том, что если вспомнить, о чем говорил Иисус Христос потом спустя некоторое время в Нагорной проповеди, то нам сразу станет все ясно. Это смирение. Своим примером Он явил эту добродетель, родившись в нецарских чертогах, Иерусалима, а в овечьей пещере бедного Вифлеема. Простая мудрость это неотъемлемые черты нашего Господа. Таким образом, Господь хотел преподать урок, что истинный свет может родиться из простой пещеры. Таким образом, родясь в пещере Вифлеема и став спасителем мира, наш Господь посрамил богатый и цветущий Иерусалим. Святое Писание говорит примерно о такой вещи. Это первое Коринфянам 1.27. «Но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых, и немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Младенец, рожденный в овечьей пещере, простой маленький младенец, стал спасителем мира». Размышляя над всем этим, мне вспомнилась история, которая произошла в нашем прекрасном городе более тысячи лет назад. Ведь Киев называют Северным Иерусалимом. Именно отсюда начинается крещение Руси в Скифии того времени. И вот, мало кто придает значение тому, что первые киевляне, которые приняли крещение, а это были дети князя Владимира, он собственноручно давал им крещение, единственным, проходили свое крещение и принимали свое крещение не в полноводном на то время Днепре, или в не менее полноводной на то время реке Почайни, а в маленькой невзрачной речушке болотистого происхождения Козьеброд на месте теперешнего Крещатика. Кстати, дорогие мои киевляне, хочу сказать, что наша площадь Майданной Залежности долгое время называлась Козьебродская площадь. И у меня возник вопрос, ну неужели Господь не мог предоставить в умы людей полноводные реки, которых полным полно вокруг Киева, и полным полно было хороших красивых водоемов. И вот я на этот счет получил откровение, что крещение в былые времена как в Киеве, так и в Иерусалиме, а я был на месте Крещения Христа, тоже не очень красивый ландшафт, было произведено, чтобы в умах людей запечатлилась важность этого события, а не антураж, который ему способствовал. Немогучая река, красивые берега, а суть дела. Иногда за деталями и атрибутикой теряется суть и значимость происходящего, а люди должны помнить первично о важности события, а уж потом о том, как это и где это происходило. И мы потихонечку переходим к последнему пункту нашей проповеди. Почему именно пастухам было первым возвещено о рождении Христа? Ну, пастухи всегда были на особым счету у Господа. Многие герои Ветхого Завета были также пастухами. Иаков, Моисей, Давид. И даже Господь отождествлял себя с этим ремеслом. Вы помните, Он говорил, я есим, пастырь, добрый. Действительно, быть хорошим пастухом и быть злым одновременно просто невозможно. Настоящий пастух, настоящий пастырь всегда должен быть добр, как своим овечкам. И ангел явился к пастухам, потому что у них был простой нрав, они были незлобливы характером и максимально соответствовали образу жизни праведных людей. Пастухи люди небогатые. В те времена они были, возможно, внешне нечисты, потому что работали с животными, работали на открытом воздухе, и очень многие люди гнушались общения с ними. А вот Господь пришел именно к ним по той простой причине, что их сердца были просты и не книжны, и они готовы были сразу же принять Иисуса Христа. Он не пришел, этот ангел, в Иерусалим к фарисеям, саддукеям, первокнижникам, которые были хорошо образованы, были хорошо одеты, от них славно пахло, потому что они были на то время вместилищем сомнений и злобы, и они бы отвергнули, они бы начали мудрствовать, а Господь ищет те сердца, которые готовы вместить его. И если вы видели из этого Святого Писания и слышали о том, что сразу же после того, как уверовав в Иисуса Христа, придя и поклонясь Ему, пастухи пошли и рассказали многим-многим людям, которых встретили, о том, что они видели и знали. И таким образом пастухи еще и стали первыми официальными евангелистами, которые мы встречаем в Новом Завете. А вот слова ангела, обращенные к ним, о том, что радость будет всем людям, показывают, что Спаситель родился не только для евреев, он родился абсолютно для всего человечества. И это нам объясняет сразу же те три вопроса, которые мы сегодня рассматривали в течение этой проповеди. Позволю себе напомнить все эти три вопроса. Вифлеем стал местом рождения Иисуса Христа, потому что был гордом некнижным. Там жили люди, которые без колебания приняли радостную весть свои сердца, уверовав в Господа, отдали ему их. В Хлевур Иисус родился, потому что это общедоступное место. Туда пускали абсолютно всех. Если бы он родился в царских чертогах Иерусалима, к нему бы пустили только вельмож. Наше служение начиналось с того, что пастор Вячеслав рассказывал о том, что пришли волхвы. Так вот, волхвы на то время и были такие серьезные люди, которых бы могли пустить к Иисусу, а простой люд не имел бы к нему доступа. Пастухи услышали первым о рождении Иисуса Христа, потому что они простые и открытые люди, готовые вместить добрую весть о рождении нашего Господа. И вы знаете, на этом можно было бы поставить жирную точку, сказать аминь, но когда я заканчивал уже свою проповедь, у меня в голове возник еще один вопрос. А не сильно ли мы идеализируем пастухов, когда вспоминаем о них каждый раз? Неужели только их сердца могут принять Господа? Неужели только их добрый, спокойный нрав это прерогатива только пастухов? Конечно же нет. Я очень хочу, чтобы у нас, у всех не сложилось превратное мнение, что только пастухи могут воспринять добрую вещь, весть. Не только их сердца открыты для Господа, и не только на них направлено его спасение. Наш Господь пришел для всех. Хочу вам рассказать историю моего друга. Мой друг никогда не был пастухом. Когда я с ним познакомился, это около 20 лет назад, он на то время был отставной подполковник вооруженных сил Украины. Старший научный сотрудник КВИРТу, Киевского инженерно-ракетного училища, человек, у которого было два образования, гражданское, военное. У него были научные труды, он был преподавателем, но и никогда у него не было проблем с наркотиками, никогда у него не было проблем с выпивкой, никогда он не выкуривал за свою жизнь ни одной сигареты, он вел здоровый образ жизни, но у дьявола на каждого есть свой крючок. У него был страшный недуг, он был игроман. Получая очень хорошее жалование за выслугу лет, за звание, за научные степени, он эти деньги нес не домой, он нес их в зал игровых автоматов, как тогда в 90-е говорили одноруких бандитов. Он понимал, что он поступает неправильно. Неправильно. Как гиперответственный человек за свою семью, он тяготился этим, но остановиться сам не мог. Что-то, а вернее кто-то толкал его постоянно на это. Это был снежный ком. Снежный ком, который выметал из дому все деньги. И вот он уже подходил к крайней меже. Он уже был готов одалживать деньги, чтобы потом играть в автоматы на выигрыш. Он мне рассказывал спустя годы о том, что я когда пришел к Господу, говорит, по наивности так спросил, Боже, почему же я ни разу не выиграл? А Господь мне ответил, у кого ты хотел выиграть? У сатаны. То есть на тот момент его жизнь была очень незавидна. Не помогали уговоры жены, не помогали обстоятельства, в которые он попадал. Он постоянно попадал из-за этого в какие-то передряги. И вот он уже практически поставил семью на грай финансовой пропасти. Но Господь никогда не опаздывает. Как-то раз его пригласили на детское воскресное служение в одной из церквей. И это было рождественское служение. На то время его девочки были маленькими еще, и они пришли на этот праздник. Они услышали Иисусе Христе. Они услышали его рождение. Они переосмыслили, ну как мы люди советского времени воспринимали Рождество? Колбаски на столе, вкусная еда, ну и Христос народов, ну и славимый Его. А тут они почувствовали своим сердцем, что это такое. И открыли свое сердце для Господа. И уверовали. На сегодняшний момент я могу сказать одно, теперь у моего друга все хорошо. На сегодняшний момент он является старшим пастырем одной из церквей нашего города, города Киева. И неся свое служение более 25 лет как пастырь, он дал возможность многим людям узнать о Иисусе Христе. Люди, очень многие люди покаялись, очень многие люди пришли к Господу, утвердились и стали на служение. И я, друзья мои, один из них. И подводя итог моего повествования, я хочу сказать, что наш Господь пришел в этот мир не только для избранных, Он пришел для всех. Иисус спасает. Но спасает не избирательно, не по цвету кожи, половой принадлежности или национальной принадлежности, Он спасает по возможности открытого нашего сердца для Него. Если человек открывает свое сердце перед Ним, если человек призывает его в свою жизнь и провозглашает его спасителем и защитником, вот в этот момент Господь обязательно выйдет навстречу и обязательно изменит жизнь каждого человека. А вот Рождество, я имею в виду сейчас не праздник, а действо, Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Это самый большой подарок, который Господь мог сделать для каждого из нас, равно, как и для всего человечества на все времена. Давайте, друзья мои, мы встанем сейчас. Сейчас мы в нашей молитве поблагодарим Господа за то чудо, которое Он дал нам через рождение нашего Господа Иисуса Христа. А благословив, благодарив Его, прославим. Драгоценный Господь, мы прославляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Ты дал нам самое дорогое, что было у Тебя, своего Сына. Ты благословил нас тем, что Твой Сын пришел в этот мир для того, что родившись, умереть, умереть за каждого из нас. Боже Святый, чем мы можем облагодарить Тебя? Только нашими сердцами. Мы открываем свои сердца и просим, зайди и живи в них, мой Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за покорность Твоему Отцу Небесному. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас, простых людей, выдернул из этого глубокого рва и избавил от той опасности, которая постерегала каждого на жизненном пути. Мы благодарим Тебя за Твое рождение, за Твое смирение, за Твую кровь, за ту кровь, которая была пролита за каждого из нас. Слава Тебе и хвала. Аминь. Перед нами сейчас, друзья, молитва за наши нужды. В моих руках корзинка. В корзинке содержатся записки, нам это все известно, но мне известно еще одно, что не все наши нужды лежат на дне этой корзинки. Кто-то сегодня не пришел, потому что не может прийти, он не пришел по здоровью. Кто-то по каким-то жизненным обстоятельствам, кто-то смотрит нас в онлайн или будет смотреть записи, но где-то очень-очень далеко. Но нужды-то остаются, а наш Господь сердцеведец. Он видит, что записано на скрижалях нашего сердца и готов ответить каждому из нас. Поэтому давайте сейчас, соединившись в этой молитве перед лицом нашего Небесного Отца, попросим Его, чтобы Он благословил каждую нужду, не в зависимости, находится ли она здесь в молитвенных записках или находится в наших сердцах. Молимся, дорогая Церковь. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Спасибо, что Ты наш Отец, что Ты нас признал, призвал, омыл и очистил. За то, что мы, как детки, можем прийти к Папе и сказать, «А, Вы, Отче, Папочка, прими наши нужды». Боже Святый, мы молимся сейчас и потрясаем своими нуждами, которые и в корзине, и в наших сердцах, и просим Тебя, во имя Иисуса Христа, призри на них. Боже Святый, у нас у каждого своя нужда. Кто-то переживает сейчас о тяжелой экономической ситуации в стране, кто-то боится потерять работу, во имя Иисуса Христа, утешиваю. Дай ему понять этому человеку, что все благословения мира в Тебе, а у Тебя для своих детей всегда найдется хлеб и до хлеба. Что Твои дети никогда не будут стоять с протянутой рукой, потому что мы все дети царя. кто-то переживают о здоровье. Возможно, одолевают мысли о коронавирусе или каких-то других заболеваниях. Боже Святый, призри на каждую нужду Твоих детей по здоровью. Боже Святый, кому нужно дать здоровье по выселению от коронавируса, дай и это. Кто боится заразиться им, защити и этого человека, мой Бог. Мы просим Тебя о всех других заболеваниях, которые иногда сопутствуют нам в нашей жизни. Мы просим, забери их на крест. Пусть Твоя святая совершенная кровь омоет и защитит каждого человека от любой нужды, которая у него есть. Мы также молимся за тех людей, которые долгие годы молятся о спасении своих родных, близких, друзей, соседей. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа покрой и эту нужду. И пусть в ближайшее время каждый человек, за которого молятся, будет стоять с тем рядом, кто молится, мой Бог, и тем самым прославится Твое святое совершенное имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас я хотел бы совершить еще одну молитву с теми людьми, которые первый раз в нашем собрании. Дорогой друг, если вы сегодня первый раз у нас и никогда не обращались к Господу, а возможно вы не первый раз и все равно не обращались к Господу, не молились с молитвой покаяния, а возможно молились, но отступили, знайте, сегодня ваш день. И то, что вы сегодня примете решение примириться с Господом будет огромным подарком и в его день рождения в Рождество. Дорогие друзья, вы есть в этом зале? Помашите, пожалуйста, рукой. Слава Богу. Слава Богу вы с нами. Да, друзья, я вижу, я вижу, я вижу, друг мой, эти аплодисменты для вас. Слава Господу. Вы знаете, ни один человек, пришедший к Господу, потом не жалеет ни о чем, кроме одного, что он раньше не пришел к Нему. Поэтому для того, чтобы сейчас примириться с Ним, не нужно ехать в Иерусалим, не нужно искать эту пещеру в паломническом туре, можно просто сейчас закрыть свои глаза и помолиться вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я сейчас прихожу к Тебе. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, прости мне всю ту жизнь, что я жил без Тебя, уповая на себя. Дорогой Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты пошел на крест за меня, чтобы я спасся и имел жизнь вечную. с этой минуты стань моим личным защитником и спасителем. Куда бы я ни шел, иди вместе со мной. Я благодарю Тебя за все. Аминь. Вас дайте Господу громкую славу. Друзья, сегодня поворотный день в вашей жизни. Сегодня вы стали Детям Божьим. Мы ликуем вместе с небесами. Мы очень хотим с вами познакомиться и подружиться. Поэтому после финальной молитвы пройдите, пожалуйста, сюда, вперед. Здесь будут ждать вас служители, которые хотят познакомиться с вами, помолиться за вас и вручить вам подарки. С миром Божьим, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!